АПЛОДИСМЕНТЫ Они же как думают, да? Если приезжий, значит он 100% испортит квартиру. Я никого не хочу обижать, но знаете, чтобы испортить квартиру, не обязательно быть приезжим. Я не видел, что в новостях на фоне горящего дома стоял приезжий и давал интервью. Мы просто отмечали день рождения, вдруг загорелся за навеской, и ай, филинг, как страшно стало, да? Ни разу, никогда. Мне здесь, в принципе, все нравится, но некоторые вещи меня прямо удивляют. Ну, однажды, чтобы получить вид на жительство, сдавал экзамен по русскому, и вот в чем нюанс. Когда я спросил, в какой день экзамен, мне из приемной комиссии по русскому ответили, мы вам позвоним. Позвоним замечательно. Мне кажется, у них правило, кто не сдал русский, остается там работать. Вы знаете, когда я ехал на этот экзамен по русскому, я переживал, вдруг будут какие-то очень сложные вопросы, но потом я так расслабился, когда увидел, какая у меня там конкуренция. Я увидел, как один чувак зашел на экзамен и сказал, это здесь экзамен? Пиш, 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 пиш. Я смотрю на комиссию, говорю, получается, я сдал, да? Ну, в принципе, можно идти. И знаете, меня поразило то, что я ответил на все вопросы, он ответил только наполовину, и ему дали такой же диплом, как и мне. То есть мой русский сравнили с пищ-пищ-пищ. А я заплатил госпошлину 5 тысяч тысяч. Какого фига, я не понимаю. Ну, я бы хотел, чтобы у нас были разные дипломы, да? Чтобы у меня в дипломе было написано носитель языка, а у того типа таскатель. Потому что я хочу справедливости, вот и все. У меня есть друг, который заикается и пишет смски с ошибками. Я ему как-то сказал, что он пишет неграмотно, и он начал мне присылать голосовые. Это такой ад, клянусь. Это невозможно было слушать. Я заметил, что очень многие приезжие, чтобы адаптироваться в России, берут себе русские имена, меняют имена на русские. И я, честно говоря, против этого, потому что иногда эти замены имен сильно вводят в заблуждение. Я, короче, как-то на днях заказывал такси, мне пришло сообщение, прибыл водитель Виктор. Я сажусь в машину. Там ни хрена не Виктор. Там Виктором и не пахло. Там пахло самсой, клянусь. Я что-то занервничал и на нервике сказал ему, что ты сделал с Виктором. Он смотрит, как ни в чем не бывало. Я Виктор. Я чувствовал какой-то подвох. Мне казалось, когда мы доедем до моего дома, он скажет, а теперь ты, Виктор, и выйдет из машины. Я часто пользуюсь такси. Недавно скачал себе приложение на телефон, где ты можешь сам указывать цену водителю, за который хочешь поехать. А дальше водитель решает, брать заказ или ставить цену выше. И я, короче, узнал, что когда водителя заказывают девушки, таксисты охотно делают большие скидки. Я зарегистрировался, как Светлана. Водитель нашелся по бешеной скидке. Я сажусь в машину, он такой, а где Светлана? Я отвечаю, я Светлана. Ну, по мне справедливо. Какой Виктор, такая Светлана. Так что ноль претензий вообще. Мне недавно еще попался очень привередливый таксист. Я, короче, расплатился с ним наличкой. Я дал ему купюру, монеты. И когда я вышел из машины, он кинул монеты мне в спину и уехал. Я подумал, нифига себе, кэшбэк и подобрал. Я еще ему поставил пять звезд и отметил коммуникабельный. И вообще потрясающий человек. Ну, знаете, я вообще такой человек неконфликтный. Я вообще стесняюсь людям грубо отвечать на хамство, даже когда меня очень прям сильно нагрубили. Поэтому меня очень восхищают дерзкие люди. Я вот недавно видел, как из ЦУМа вышла пафосная женщина. Очень пафосная. Мимо нее прошел бомж и случайно задел ее перчатку. Она демонстративно выкинула перчатку в мусорку. Бомж это заметил и дал ей пенделя. А потом он снял свой ботинок, которым он епнул, и выкинул в ту же мусорку. Это просто потрясающая была картина. Я смотрю на это и думаю, ну, по факту они начали драку на раздевание. Теперь в мусорке перчатка от Гуччи и ботинок от Валеры. Так, поговорим немного об отношениях. Я уже пятый год в отношениях с девушкой. Я в отношениях верный, потому что я живу в ее квартире. И мне... И когда разговор заходит на эту тему с моими друзьями, меня очень сильно раздражает, когда они начинают меня подкалывать по этому поводу. Типа, Альфонс, Альфонс, дружище, ты Альфонс? Давайте разберемся. Альфонс — это когда не по любви. А я ее люблю. Потому что она красивая, рядом с метро, недалеко от центра. Шикарная инфраструктура. Меня все устраивает, в принципе, да. Мне просто не нравится, когда мне начинают навязывать вот эти старые убеждения. Типа, мне вот недавно друг сказал, правильно, когда переезжают к мужику. Вот это здоровые отношения. Если я перееду к мужику, это не будут здоровые отношения. Я недавно познакомился с отцом своей девушки, и на этой встрече мы оба с ним сильно прям переживали, очень нервничали. Со стороны казалось, как будто мы друг с другом флиртуем. Ну, я ему что-то кидаю комплименты, якобы, ну, типа, ваша настойка самая лучшая. И он такой, я всегда хотел сына. Прям при дочке. Вообще не постеснялся. И мы с ним прям дружим. Он очень сильно ко мне привязался, и меня это заставляет, ну, я без этого переживаю. Потому что, если, не дай бог, я расстанусь с его дочерью, у меня появятся новые отношения, он меня где-то подкараулит и скажет, «Привет, видел тебя с другим тестем. Скажи, чем он лучше меня. А я ведь тебя любил». Если такое произойдет, я отвечу, «Анатолий, если любишь, отпусти». Я напоследок вам расскажу такую историю. Я, короче, как-то с другом летал за границу, и этот гений решил меня разыграть. Я уже много лет занимаюсь юмором, но меня очень сильно раздражают люди, которые шутят там, где это неуместно. Помните новогодние музыкальные открытки? Когда открываешь открытку, звучит новогодняя музыка, закрываешь, она выключается. Так вот, он втайне от меня вытащил оттуда музыкальный чип, который отвечает за воспроизведение вот этой новогодней музыки, и вставил в мой загранпаспорт. И об этом я узнал лишь на паспортном контроле. Я как ни в чем не бывал, одной женщине паспорт. Она его открывает, а там три-ди-ди, три-ди-ди, три-ди-ди-ди-ди, ну, мы оба, фигели, реально. Она говорит, «Откуда музыка?» Я такой, «Вы тоже ее слышите?» Она что-то на меня смотрит, говорит, «Это что такое?» Я говорю, «С Рождеством?» Но через пару минут я догадался, что это был розыгрыш моего друга, потому что он стоял в стороне и все снимал на телефон, все, что происходило там. Я решил ему отомстить. Подошел в аэропорту к полицейским и сказал, что у этого человека в сумке кое-что. Запрещенное. Они его обыскали и нашли, прикиньте, я не знал, блин, я не знал. В итоге я получил благодарность, а друг депортацию из Балдавии. Спасибо вам большое за внимание. Всем удачи!